Кто не рискует, тот не вкладывает деньги в проекты поисков внеземных цивилизаций. Сегодня мы расскажем вам о самых рисковых идеях, которые заслужили внимание крупных бизнесменов. Открывает наш рейтинг проект по поиску внеземных цивилизаций. Российский миллиардер Юрий Мильнер, в надежде узнать, одиноки ли мы во вселенной, выложил кругленькую сумму в 100 миллионов долларов. Проект Breakthrough Listen запущен вместе с ученым Стивеном Хокингом. Организаторы уверены, что где-то в космосе есть другая разумная жизнь, наблюдающая за нами. А мы, в свою очередь, просто обязаны выйти с ней на контакт. Выделенные Мильнером средства пойдут на аренду нескольких крупнейших в мире радиотелескопов. С их помощью ученые надеются получить сигналы из ближайших к Земле 100 галактик и центральной части Млечного Пути. А пока Мильнер покоряет космос, заводные ресурсы Земли взяли Стим Кук и председатель совета директоров Google Эрик Шмидт. Их личные средства пойдут на выпуск «Умного душа», главное в котором – сверхэкономичная насадка. Принцип ее работы основан на технологиях, позаимствованных из аэрокосмической отрасли. Насадка разбивает струи воды на миллионы мельчайших капель, которые способны опылить в 10 раз большую площадь, чем обычный душ. Благодаря этому сократить потребление воды удастся на 70%. Обладатель состояния в 32 миллиарда Сергей Брин вложил почти 300 тысяч долларов в создание мяса из пробирки. Одной из причин инвестиций он назвал жестокое обращение с коровами на фермах. Первый кусок искусственной говядины свет увидел в 2013 году. Правда, на тот момент вкус синтетического мяса не мог конкурировать с натуральным. А его цена могла отбить аппетит у любого, даже у самого голодного покупателя. Летом 2015 года специалисты заявили, что им удалось снизить себестоимость килограмма искусственной говядины до 80 долларов. Спрос на такой деликатес ожидается через 20-30 лет. Аккурат к тому времени, когда возле берегов Калифорнии будут располагаться плавучие города-колонии. Миллиардер Питер Тиль, один из первых разглядевших потенциал в Facebook, вложился в масштабный проект плавучих городов-колоний для свободных людей с либертарианскими взглядами. Они должны представлять своего рода новую модель государства. Города будут располагаться на движущихся платформах, а заселить первый из них планируют уже к 2020 году. Через 30 лет число резидентов должно доходить до 10 миллионов человек. Закрывает наш сегодняшний список самых смелых инвестиционных идей проект Илона Маска. Предприниматель представил концепт революционного для транспортной индустрии изобретения. По задумке Маска высокоскоростная трубопроводная система, по которой будут курсировать вакуумные поезда, соединит Лос-Анджелес и Сан-Франциско. Транспортные капсулы будут ходить с коротким интервалом и смогут развивать скорость свыше 1000 км в час. Так что путь в 615 км поезд преодолеет всего за 30 минут. Известно, что для реализации проекта нужно как минимум 7,5 миллиардов долларов. Радует, что все это ожидает нас не в столь далеком будущем. И, возможно, совсем скоро отправится в отпуск на любимый плавучий город, добравшись до него на вакуумной капсуле за 15 минут, станет чем-то привычным и повседневным.